привет дорогой зритель еду получать посылку несмотря на то что она шла емсом еду я скажем не близко аж 30 километров от меня езды это практически час у меня показывает и ты спросишь а нафига ты это делаешь пускай курьер тебе везет да не вопрос я бы тоже сидел бы ждал пока мне курьер привезет но к сожалению она ушла с таможенным уведомлением не ушла пришла пришла на питер из латвии питерские культурные таможенники что-то там где-то насмотрели по неподтвержденный данным неподтвержденным данным на меня 4 посылки и вот им отчет как-то не понравилось поэтому они а вот нули таможенное уведомление то есть это не просто да там ты превысил лимит в 500 евро поэтому себя там за превышение 30 процентов нет да в этом случае у меня ну просто платежка была бы не более того здесь таможенное уведомление то есть они говорят конца мир будем счастья чпоки йоки коммерческую партию тебе будем шить короче барыга ты хренов короче ща мы ух предъявим не знаю пока насколько это у них может получиться предварительно получиться не должно потому как авито говно площадка короче за какие-то там безумные деньги которые ну еще да как-то не особо хорошо работает там мой номер не засвечен вернее если быть точнее он засвечен но он засвечен по моему основному роду деятельности и соответственно они ну не увидят то что я там как некоторые барыги да такие нехорошие не платящие налоги не растамаживающие свои телефоны продают там по 15 разных моделей короче ну там сразу видно были случаи когда человек приезжает потому что я себе у меня семья большая и много слышал он для не распечатка короче барыга на это твоих объявлений много-много так что давай короче коммерческая партия тебе в общем со всеми вытекающими мой номер так ну не подзасвечен соответственно меня вопрос да вот что они мне там будут претензии давать да там четыре телефона что ко мне пришло за месяц что-то как-то смешно ну пришло и пришло и чудо 4 4 и 10 могу объяснить куда у меня делать так-то не одна из другая проблема я об этом как-то раньше не думал да то есть это как-то ну было абсолютно неинтересно все посылки у меня шли на один единственный номер и чисто технически у меня этих посылок из которых только телефонов вот там чн-22 да cn-22 за год сотня проходит и вот здесь возникает вопрос да вот что то они мне скажут там типа миша не они не скажут мне миша не могут так мне сказать могут сказать михаил владимирович где столько много что ты с ними делаешь а я скажу солю и бочки засаливаю на зиму бьется часто короче да я меняю на новый модель не знаю очень короче вот самому мне интересно как пойдет разговор будет ли возможность его записать о чем закончится сейчас доеду да не близко у меня в принципе там есть в том районе еще заскочить по работе вопрос один решить вот и собственно говоря если получится я вам сниму что происходит там есть не получится я вам это не сниму ну а соответственно просто обратно пути расскажу чем все закончилось самому интересно на варшавское шоссе 37 давайте сейчас вернуть обалдел сейчас покажу на что здесь похоже выглядит очень даже коматик почта банк обслуживание юридических лиц книжки и вот такой вот огромнейший 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 зал я судя по всему в международный по ссылу торговый центр видимо с надписью там можно ну зато можно ксерокопию сделать быстрый перекус что-то пожрать посидеть отдохнуть в целом очень даже неплохо пойдем посмотрим что нам делать надо игра у нас тут очередь обещали сказали 5 окошек ты приезжай за 30 километров быстренько пройдешь денежки немножко дашь потратишь на она еще часика полтора здесь будет чудесно блин ребят это лютый песец слов нету я не знаю как это выглядит других городах ну прям вот честно скажу не знаю я не знаю как сколько в москве таких мест да то есть если бы у меня это шло по почте то куда бы у меня это пришло там во внуковскую таможню либо также пришло бы сюда на варшавку здание прикольно вообще вот вопросов нету хочешь кофеек хочешь и хочешь водички бутылочку но по факту как мне в разговоре обещали 5 ты дай ты ему в задницу чтобы не поворачивал так не глядя 5 окошек вопросов нет окошек может там даже побольше учет на меня смотришь вот ты вместо того чтобы поворачивать взял бы остановился бы здесь окончательно дал бы мне выехать и взял переградил мне бочинами нихера тернии видно куда я там те вылезут и все умные пиздец просто чем я чуть подпустит вот чудесный дядя стоим подождем ну да ладно мы же не торопимся мы не торопимся все значит мы так и будем стоять будем ждать будем перегражденными а а я смысле сбил сбил меня смысле ну да и ладно сейчас мы с мыслями соберемся и сейчас какая работа это окошко одно очередь но вы видели на видео очередь выходит человек спрашиваем человека да там сколько времени у тебя ушло а я еще не ухожу а сколько ты пришел да там два с лишним часа назад я пришел прикольно прикольно да то есть стоять там есть у меня такое подозрение то что я в четыре часа примерно приехал я бы наверно не успел до конца закончить при этом надо им паспорт выписку из банка чего там почем взяли так далее тому подобное но очень короче делать им там надо полноценную растаможку а я выехать хочу вы к сожалению не на прозрачной машине я не вижу что там происходит я очень боюсь что мне в бочину прилетел какой-то дурак на бешеной скорости но я то потихонечку а он то быстро бам не права вчера подарили я боюсь до ужаса хорошо в индивидуальной машине пугать от страха можно никто не увидит а сюда безобразие просто можно было взять тупо остановиться в полосе перед тем как поворачивать да вот я вот на выезде стоял там с дороги съезжает а дорога на минутку раз два три четыре пять пятиполосная дорога да там в этом месте то есть ну то остановился бы сказал бы давай я сюда поворачиваю ты выезжай я тебя прикрыл да там атакую прикрыл меня я бы выехал да и проблем никаких вместо этого получилось он такой взял так с бочечку прикрыл это притулился проехать дальше не может а я выехать не могу потому что за ним ни хрена не видно ну как бы я выехать то могу ну меня так чисто из вредности короче постоять там ну-ка выпендриваться что же я за сполочь такая непонятно бывает букой охота побыть вот и короче картину получается какая очередь там огромная растамаживать там непонятно как судя по всему еще и ну запалить свои паспортные данные стать не безликим там фил адрес и номер телефона да конкретно в моем случае на адрес регистрация адрес проживания и она снился там что там еще можно придумать но вот придумать можно много чего поэтому в общем короче я решил нифига не палиться а поиграть в интересную игру через 30 дней посылку отправят обратно отправителю в латвию а я буду спондау спорить о том то что то она мне не доставлена затянется это в любом случае надолго деньги мне мозг повыносят но при этом вы узнаете как панда реагирует на то что ты не получил посылку потому что решил ее не растамаживать с китайцем у меня была такая же фигня и фигня с китайцем у меня закончилась что-то меня за это гудишь боюсь я это вот прям очкова мне выйди перегороди движение будь все хорошо вот о бене очкова нифига владается хватит мозга наверно выносить тоже возьмем поедем людям ни в чем не повинны мешаться начинаю вот и картина получается какая пришла у меня также посылка с таможенным уведомлением а фишка была какая оно шло не москва на почтам которые обслуживаются областью то есть москва но новая и обслуживающийся областью и поэтому с этим гребаным уведомлением оно пришло в видно и я тупо на алиске открыл спор о том то что телефон-то бедный дрожит о том то что доставлена по какому-то кривому адресу то что там там совершенно далеко от меня поэтому идите на фиг ничего не знаю и собственно говоря бабки мне вернули но тоже китайцы да они ну как бы видят уж там доставлено не туда не то не все панда ты тоже mail.ru в рот и многим и тело печенья овсяного с изюмом чтобы они подарились а нету виду что можно уведомление отказался за обратную отправку заплатила две тысячи не получит но очень могут начать вот это чудом мухрю с мамкой сплю устраивать может быть не начнут не знаю может я на них наговариваю но судя по тому как ведет себя панда это ну лютый писец то есть они чё там сделали имя присылать но я там открываю спор там через какое-то время присылать письмо на почту в письме написано уважаемые там это массовая рассылка поэтому не обращая внимание в общем там ну вот напоминаем о том то что вот как бы надо спору было приложить фото описание там ну и так далее там обрисовать причину спора поэтому если нам что-то забыли вы там вроде как приложите в ответ к этому письму и будет вам счастье скоро уже там все рассмотрим ну да как бы так шапку прочитал я все приложил я аж при споре приложил фотографию одну вторую третью пятую десятую все хорошо ну и я забыл про это письмо а тут я угляжу повнимательнее а там такая предписочка и если короче нам в течение 10 дней на это письмо не ответишь который массовая рассылка да то мы автоматически в пользу продавца спор закроем на мальчик вот как бы да там ты открыл спор у них на площадке на сайте либо в приложении там говоришь там ну там вот описал обрисовал тебе на почту приходит письмо который ты может быть там ушел в спам абсолютно что угодно да и где написано то что вообще суть письма не подразумевает что нам что-то надо отвечать а при этом 10 дней ответа нет пошел нахер с новым годом в пользу продавца мы все решили ну так вот она пандао пандао сволочи короче подумки с таможня пообщаться ну не получил там пообщался с человечком с одним но не совсем он таможенник в целом все понятно очень еду я там по работе кое-какой моментик сейчас сделаю и нафиг домой а вас буду держать в курсе чем закончится у меня ты лезешь то чем у меня закончится спор с пандао ну и вообще как по спору это будет или не по спору споров много там это сломано то сломано то кривое блин не знаю отдыхать не надо напрягаюсь ну давай до скорых встреч пока